Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. И вот в очередной раз, так как я ещё восстанавливаюсь после болезни, и не могу вам показывать, допустим, что я ем, я ем только пью бульоны, да? Вот, я хочу в очередной раз вам показать, ну, очередной завтрак, чем я кормлю своих деток, то есть дочку и зятя. Вот, внук у меня это не ест, он кушает кашки, у него нет желания это кушать. Поэтому сегодня я сделаю самый простой и самый быстрый завтрак из лаваша. Это очень быстро и очень вкусно будет. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и чуть-чуть ванилина там. 2 столовые ложки мамки, желток и чуть-чуть щепотка соли. Вот она, видите, розовая, вот это вот розовая гималайская соль. Вот, и творог. Творог вот, ну, можно его... Я взяла полторы пачки. В одной пачке у меня 330 грамм и там, наверное, грамм стоящего было. Вот 400 грамм у меня творога. И лаваш. Лаваш я взяла листовой. Я просто его, чтобы он не сох. Листовой я его порезала на вот такие вот квадратики, чтобы он не засыхался. И вот обыкновенный лаваш. Итак, приступим. Яйца выливаем в творог. Сахар туда же с ванилином. Соль туда же. Вот она смотрится, да, на розовом. На белом сахаре розовенькое. И всё это мы тщательно, всё это мы тщательно перемешиваем. Вот, и мы стараемся сделать это всё более, более, это, однородную массу. Поэтому для этого я всё-таки воспользуюсь блендером. Вот, ну, я не, прям, не вот настолько, что ни единой крупиночки. Но масса получилась более однородная. Вот, и для того, чтобы всё-таки вот эта вот масса не растекалась, я туда, это, две столовых ложки манки, манной крупы. И вы знаете, она потом в готовом изделии, она даже не почувствуется. Поэтому это, это будет очень вкусно. И, поверьте мне, вот, теперь мы, вот, когда сделали вот эту манку, поместили сюда в творог, мы минут на 20 её, эту массу оставляем, чтобы она набухла. Через 20 минут встретимся. Ну, вот, дорогие друзья, вот, за это время масса значительно вот стала гуще. То есть, это говорит о том, что манка набухает. Вот, набухла уже частично, поэтому пойдёт она нам для... Теперь я добавила один желточек ещё, потому что желточки очень маленькие. И я добавила желточек, и нам нужно его просто сейчас немножечко до однородности сделать. Вот. Хорошо. Прекрасно. И начинаем формировать наши блинчики, не блинчики, что это, да? Это просто трубочки с творогом. Складываем чуть-чуть, подворачиваем по краям, чтобы не растекалось. И аккуратненько заворачиваем. А вот самый краешек мы смазываем желтком. Хорошенечко желточком смазываем. И вот такая вот трубочка у нас получается. Пока мы будем вот сюда вот выкладывать. Первый раз трудно, потом нормально. Покачаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы как раз сделаем и свеженькие, горяченькие к чаю... Кофе, ну да, конечно, но я-то буду облизываться, но ничего... Да, в принципе, мне не хочется почему-то... А зятёк и поест, и на работу с собой возьмёт, чтобы там ещё кофеёк попить. Вот домашние желтки, смотри, какие яркие. Не приклеивается. А должен... Много, наверное, положила. Так, вот эти вот я пока угловые уберу, они потом, может быть, на обрезке мне пойдут. Если уже много будет оставаться, то сделаю и их. Я вот хочу вот эти вот дни, вот эти вот последующие дни показать вам, показать вам, как, что мы ещё делаем. И детки, конечно, очень довольны. Вот, и это... Я покажу вам, что я им ещё делаю из лаваша. Это очень вкусно и очень быстро. Главное, что это быстро. В наше время это очень хорошо, когда время вот так экономится. Вот лаваш сегодня взяли. Смотри, какой край толстый-толстый. Вот он почему не загибается. Он прямо вот толстый. Хотя вот этот лаваш мы берём всегда с удовольствием. Всё равно, когда держишь правильное питание, вот это вот всё, вот дочь, это всё равно старается придерживаться. И мы всегда строго... Вот это отрубной лаваш. Не простой белый, из белой муки, а вот этот отрубной лавашик. Поэтому мы всегда берём сейчас отрубной. Вот так разверну. Вот так? Угу. Думаешь? Угу. Очень жёсткий. Очень вот края, очень жёсткий у него. Прямо не завернёшь. Прямо силам. Вот здесь вот вообще ужасно. Вот этот ещё более-менее. Вот тебе отрубной, да? Угу. Так что попробуйте. Попробуйте, не пожалеете. Вот реально это очень-очень-очень вкусно. Так, ну вот всё. Нафаршировали мы все 12 кусочков. Я на 12 разрезал. У меня было два больших листа. Вот получилось на два. Некоторые края очень толстые. Просто невозможно было завернуть. Почему такой лаваш попался, не знаю. Теперь остаток этого, остаток желтка, его прям совсем чуточка осталось. Мы туда доливаем чуть-чуть молочка, размешиваем хорошенечко всё это и смазываем сверху наши конвертики. Да, я ещё не сказала про творог. Я вам жирность не сказала. Жирность можно любую. Вот какой вы творог предпочитаете употреблять в пищу, вот такой вот и берите. У нас вот творог будет 15%. И сейчас вот в таком виде наши рулетики отправляются в духовку, разогретую до 200 градусов, буквально на 15 минут. Вот после этого мы с вами встретимся вновь. Ну вот, дорогие друзья, мы достали наши рулетики с творогом. Посмотрите, насколько они красивые. Я вам сейчас вот прям донышко идеальное. Вот все они румяные, классные и очень-очень вкусные. Сейчас я вам покажу его на разрезе, этот рулетик. И посмотрим. Они хрустят. Хруст, слышите? Смотрите, какие они классные. Они очень вкусные. Я вам вот, я вам рекомендую. Я вам советую от всей души. Это очень-очень-очень вкусно. Поэтому попробуйте, вы не пожалеете. Это делается очень-очень быстро. На завтрак это буквально, вот вы видели, это буквально 15 минут. Размял творог, начинил, все. Поставил 15 минут, и ваша семья счастлива. К чаю, кофе наелись от души. И пошли кто куда. На работу, в школу и так далее. А я вам желаю всего доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно знать ваше мнение, не зря ли я тружусь. До скорой встречи.